Здравствуйте, мальчики и девочки! Сколько раз я снимал про свой двор, и все равно мне постоянно приходят вопросы и пожелания, что сними на вот все полностью, что у тебя есть. Как это устроено, где что растет, сколько времени ты на это все убиваешь, чтобы ухаживать за этим. И вот я не знаю, я вот еще одно видео все-таки вам сделаю, теперь на этот раз она будет полная. Вот эта пальма, я ее посадил, я ее покупал за 80 долларов, она была маленькая-маленькая, и она вот растет уже тут почти 4 года, может даже чуть больше. Вот она вымахала в такую. Будет она гигантская, огромная, с размахом листьев, и она неприхотливая, потому что это пальма. То есть за этой пальмой ухаживать не нужно, ей нужно просто обрезать сухие листья. Сейчас я листья не обрезаю никакие, даже вот те, которые лежат на этой клумбочке, ну потому что пальме нужны листья. Не хочу ее уродовать, ничего страшного, это вот растительность, эти кустики все поднимутся. Мало того, я хочу вот этот периметр планирую обставить забором, вот здесь вот сделать забор. Одну из проблем ухаживания за двором, вы видите, да, вот этой траве сколько? Пару недель, наверное. Вот это надо стричь, потому что у всех нормальные газеты, а у меня не пойми какой. Это у меня вода, счетчики воды, они считываются дистанционно, там вот стоит электричество, вон он, щиток, он тоже считывается дистанционно. Соответственно, я повесил камеры сигнализации. Это электрический ящичек, сюда подводится высокое напряжение, здесь стоит трансформатор, который на два дома, на мой соседский, дает электричество. Эта штука не является счетчиком и обслуживает сразу два дома. Теперь, почтовый ящик сделан из какого-то дерьма, это типа пластмасски пустой внутри, но выглядит он как каменный, красивый. Все, давайте заглянем, что тут внутрь. Часто всякие посылки приходят и бросаются сюда, либо просто вот туда под дверь, поднездная дорожка. Просто камушки на бетоне, в принципе, они не отслаиваются, очень хорошие по качеству, но так как у нас здесь нет морозов, поэтому что им отслаиваться. Ну, гараж, понятно, понятно. А по поводу дома, вы видите, были дожди и немножечко тут появились такие черные разводы, но это все уйдет, как только будет солнечная погода долгое время. По поводу клумбы. Это было при покупке дома, здесь росло, я не знаю, как называются эти растения. Как видите, за 4,5, почти за 5 лет тут нет буйства, то есть это медленно растущие кусты. Вот эта штука, это типа пальмочки такой мелкой, там их несколько кустиков. Что я делаю с ними? Да ничего, вырезаю только сухие листья, вот такие, чтобы было красиво. И, ну, это редко бывает, это раз в месяц. И у меня здесь подведено, сейчас я вам попытаюсь показать, наверное, заросло. А, вот, видите, это трубка полива, полив у меня автоматически. Значит, из проблем здесь, обозначенных уже в виде травы такой огромной, приходится иногда косить траву. Это понятно, но, видите, все в сорняках. Эти сорняки, они лезут от соседей, которые ни хрена не ухаживают. И поэтому бесполезно все это выдирать и что-то с ними делать, потому что семена опять, опять идут сюда. Ну, опять-таки, вы можете все это дело косить, просто газонокосилка и не морочить себе голову. По поводу забора. Все у меня спрашивают, почему заборы такие позорные. Вот, почему они не крашеные. Ну, политика здесь такая. Вот, не красим заборы, не знаю, всем похрен. Наверное, экономим. Хреново. Ну, вот этому забору уже сколько? Лет 5-6, 6, может даже 6-7. Он выглядит так. Ну, сгниет там лет через 30. Будем ставить другой, пластиковый. Пока что я жду еще разрешения, может быть, мне не дадут. Чтобы закрыть, вот там вот наверху, сделать до конца машины, типа накрытого такого, ну, как патио, не патио, гараж, не гараж, без стенок. Тогда я смогу сделать вообще полностью забор. Не по вот эту дорожку, как я планирую, а вообще полностью. Ну, ладно, не буду вас утомлять этим. Уже показывал, еще раз скажу. Это интернет, это стекловолокно, идущее из-под земли и идет, соответственно, в дом. Эта штука уже покрашена этой клеткой, красил. Просто на 30 метров шланг, который подключен к сети. Это у меня камеры. Вот там где-то Гриша сидит. Здесь бокс для электричества со своим счетчиком. Тут многофункциональное. Все это, видите, в открытом виде. То есть, если вдруг что-то польет, какая-то дождь может залить. Вот поэтому я здесь на магните, как закрыл эти отверстия. Потому что, как только мы сюда переехали, была гроза сильнейшая. И у нас вырубило электричество, потому что залило счетчик. Ладно, давайте зайдем внутрь. Тут такой нехитрый замочек. Вот. У меня с датчиками здесь все. И с камерами, соответственно. О, Гриша меня услышал. Инвертор электричества. Сейчас у нас где-то 9.30 утра. Как видите, 4,7 киловатта почти вырабатывается. Гуля здесь жила, уже ушла. Эту штуку я сделал сам на всякий случай. В общем-то, он не сильно нужен, потому что инвертор всепогодный. Ну, всякие safety switch, чтобы все это отрубать. Это вот мне делали электрики. Вот то я делал сам. Теперь два сарая у меня здесь. Причем в сарае все не помещается. Что-то даже наверх закинул. Всякие железяки. Железяки очень нужны вот эти со свалки. Я вам покажу, где я это все делал. Где я их применял. Сейчас мы проведаем Гришу, который орет тут. Видимо, он чует кого-то. Он у нас как собака. Вот он сидит. Я его выставил, пока мы с вами снимаем. И он тут сидит и развлекается. Да, Гриша, это я. Не переживай, не кричи. Вот, все свои. Так что все нормально. Да? Так, давайте вернемся к тому, что у нас было. Два сарая. Сарай набитый. Ну, давайте посмотрим. Раз мы с вами в таком большом путешествии. Да, сразу мимо идем. Это вот полузабитая канализация слива. Все, что с двора, с крыши идет. Вот по этим трубам. С крыши, с крыши. Оно собирается под землей в трубу. И таких отверстий несколько штук. И идет вот туда прямо. Потом покажу. Уже показывал тоже, но покажу еще раз. Так, сарай. Я тут сильно, как видите, не мудрю с красотой. Здесь у меня бардак. Здесь у меня всякие-всякие вещицы. Это вот со свалки хорошие, новые абсолютно. Железячки я и клетки делаю. Они даже у меня. Вот, видите, они везде применяются. Так, я мужик хозяйственный. Тут куча всяких инструментов. Хрен поймешь чего. Химия для сада. К этому мы тоже коснемся. Вот эти гардины. Это я со свалки взял из них. Делаю интересные вещи для попугаев. Это тоже для попугаев. Там вот куча. В общем, тут много чего. Это я такие полки сделал. Хитрый линолеум для попугаев. Даже есть колючая проволока. Не знаю, для чего. Вот просто взял, была. На свалке есть вот такой меч. Я не знаю, для чего это. Вот, куча очень хороших вещей. Типа пластиковых больших панелей. Они могут применяться, как вот здесь, например. Так и для попугаев, опять-таки, для чего угодно. Вот, и у меня куча-куча тут барахла. Как вы видите, разного. Газонокосилка AG. То же самое, вторая, это триммер, по-моему, называется. Не знаю. В общем, вот, у меня забит, забит полностью сарай. Это банки из-под пива всякие. Они сдаются по 10 копеек. У меня видео на канале было про них. Так, буду немножко заикаться. Давайте закрываем. Закрывается он вот так вот. Замков здесь нет. Здесь, правда, есть камера наблюдения. Ну, кто будет это все воровать? Эта штука, это бывшая сушилка для белья. Я ее использую для покраски клеток. Она у меня вот так приютилась. Она не ржавеющая, поэтому можно хранить ее, как есть. Теперь заглянем на второй сарай. Смотрим. Здесь клетки полуготовые. Вот я как раз крашу, были ржавые. Сейчас хорошие, красивые. Но краски не хватило. Готовая клетка. Всякие травка для клеток. Ну, и пустые места, которые будут заполняться, но руки пока не доходят. Хочу повыбросить все эти скутеры или продать за копейки, потому что они мне надоели. Я не хочу больше не заниматься. Далее. Вот эта штука, это моя временная. Это когда мы покупали вот этот сарай, ставили второй. Тот был давно уже, а этот недавно. Я ему делал такую подстилочку, я не знаю, бейс по-русски, базу. И делал из вот этих, это палеты, наверное, да. Я выбирал специально самые тяжелые. Они по 5 долларов на свалке были. И очень хороший такой бейс получился. То есть, не то, что я когда покупал под первый сарай, я за него отдал что-то там много очень денег. Каждая, по-моему, по 100 долларов стоила, а тут их 4 штуки. Да это бред покупать за эти деньги. Поэтому я сделал вот такие. Это я использую иногда для покраски клеток, для всякой ерунды. Тоже буду все это выбрасывать. Соответственно, здесь у меня для клеток тоже куча палок. Я их обрабатываю. Они очень полезные. На их основе я делаю и своим попугаям много чего. Это все из лесу вестимо. Это все мусорник. Все это будет убираться. Я просто сейчас, пока еще жду, мы будем делать одну работу. Сейчас я вам о ней расскажу. Вот как будем ее делать, как сразу это все выбросится. Будет полный порядок. Это сушилка для белья большая. Вот тут все нормально. Там по крыше ворона прилетела, скрижащая когтями. Так, теперь здесь у нас два бака. Один для ресайклинг. То бишь сюда всякие вот эти вещички кладутся. Это обычный мусорник. А здесь я храню бутылки, которые потом переваливаются в сарай и идут на сдачу. Вторая канализационный сток, ливневая канализация, как называется. Вот она она. Теперь с этой стороны, вот я вам показывал. Помните, там на сарае лежали штучки? Вот эти штучки я сюда притулил. Получилась вот такая штука хорошая для... Как это называется? Ну, короче, чтобы плелись растения. Это алюминий. Он не будет ржаветь. Он легкий. Пришарашил я его к забору очень хорошими болтами. Так что это на всю жизнь. И будет плестись. Это я сделал буквально два дня назад. Предыдущая, более старая. Вон она в конце двора. Но к ней мы еще вернемся. Там уже все распустилось. Здесь еще только-только начинает. Это совершенно другой цветок. Это не такой, как те. Те кусты. А это именно типа лианы. Хотя и выглядит похоже. Цветет постоянно. На сломе получается белый сок липкий, противный. Но его едят гусеницы. Иногда, раз в год примерно, надо следить, чтобы на нем не было гусеницы. Но это видно будет, когда увидите, что листья не целые, а поеденные. Тогда его придется опрыскать. Прыскать ядом я здесь не люблю. По той причине, что очень много других животных. Паучков, жучков, богомольчиков и так далее. Здесь у меня бардак. Бардак это такой намеренный. Потому что я последние полгода обленился жутко. Но я вот это буду закрывать. То есть здесь будет комната. Здесь будет продолжение вот той комнаты. Поэтому это все уберется. Сейчас я быстренько все это поперекрашу. Попродаю на фейсбуке. Ну, такая клетка, например, может стоить 60 баксов. То есть этим я займусь, как только мне не будет лень. Вот та большая клетка возле Гриши, черная, это очень большая клетка. Двойная. Я думаю, что я ее, ну, баксов за 300 точно продам. Ну, опять надо будет с ней возиться. Теперь, по поводу освещения. У меня два фонаря. Они заряжаются от солнечного света, от энергии солнечной. И светят всю ночь. Очень хорошие. Это уличные по 60 ватт светодиодные. То есть они очень яркие. Ну, ливневая канализация еще раз вам покажу. Вот две трубы. Одна спатью, другая сверху идет. Так, теперь. Вот эти два растения я купил на свалке. Они были в горшочках. Примерно так по 15 сантиметров высотой каждая. И вот за три года, где-то три года назад я посадил, выросло такое дерево. Я его обрезал уже сто раз. Прикол в том, что пока они стояли в горшочках, они цвелись. Сейчас ни разу не цветут. Зато растут. Сюда я иногда насыпаю форм для всяких кукуек. Это зернышки. Пусть будет. Сейчас высохнет. Эта штука для канализации. Здесь идет труба, которая идет в этот люк. Сюда же идет и вся остальная канализация, именно дождевая. И она уходит вот туда. Здесь у меня пока бардак. Не знаю, куда вот это девать. Здесь несколько кактусов. Это вот тоже, кстати, кактус. И это кактус. Но главный кактус у меня вот они. Это драгонфруты. Я только что сорвал, тоже вам показывал, сам фрукт, который вырос. Он был здесь. Очень вкусный. Сейчас мы его едим. Один. Медленно едим уже два дня. Как едим. Это скворечники, которые вообще не используются. Можно их убрать, выкинуть. Лилипили. Лилипили я подрезал, чтобы они были одинаковые. Когда их покупал, они были совсем маленькие. Вот они тут за 4 года выросли. У них есть ягоды. Ягоды напоминают кизил. Вот они. Еще не поспела немножко. Видите, она не совсем красная. Очень вкусные ягоды. Несмотря на то, что листья поеденные, я не прыскаю ядом. Потому что здесь такое количество всяких насекомых. Причем полезных. Богомольчики, зеленые паучки и так далее. То есть я это дело не трогаю. Лилипили, как вы видите, не заедаются. В отличие от крокусов. Сейчас я вам покажу, у которых заели гусеницы. Поэтому здесь их трогать не надо. Оно само по себе справляется. И птицы объедают очень хорошо эти гусени. Куча традисканции. Вот она, синяя. Вроде как милое такое растение, но оно меня достало. Я с дуру притащил с лесу несколько листиков. А это же зараза такая, что ее просто брось, и она прорастет. И теперь она мне тут все заполонила. В этом году лето не сильно жаркое. А традисканцы жутко не любят открытого солнца. И вот она поэтому сюда же залезла. Обычно она живет там где-то под кустами. И проблемы бы не было, если бы она не убивала нормальную траву. То есть она ее просто затмевает, высасывает соки. Поэтому у меня вообще покрытие травяное какое-то странное здесь. Непонятно. Вот это проблема. Вот за красивой травой надо ухаживать. Я уже пробовал и удобрять. Я уже пробовал и против сорняков, против клевера этого. Ну не помогает ничего. Так что пока что я забил на это. И вот оно как есть, так есть. Эту пальму я посадил очень давно. Она вырастает гигантских размеров. Как видите, это кустистая пальма. Не так давно я сделал такую вот обводочку. И посадил сюда луковицы всяких красивых цветов. Посмотрим, пока что не прорастают. Было пару ротков, но они как-то так померли. А эта пальма тоже уже довольно давно посажена. Наверное тоже 4 или 4,5 года назад. Под нее я посадил кучу травы. Это чесночная трава. Одна из видов. Вот кстати видите, сюда уже пролазит сорняки. И я их с трудом удаляю. Причем сорняки. Здесь это считается не сорняк. Это хорошо. А вот там это считается сорняк. Интересный кактус. Я его пересадил сюда. Но видите, он не растет нифига. Не знаю. И он и там не рос в другом месте. И здесь не растет. Короче, ему не нравится здесь. В этом месте были крокусы. Вы их сейчас видите. Но что-то их вообще нет. Куда они делись я не знаю. Здесь была пушнина. Прямо пушнина зеленая. В один миг они все исчезли. Остались вот сейчас цветки. Здесь бывают черные толстые гусеницы, которых почему-то никто не ест из птиц. Это тоже чесночная трава. Ухода не требует никакого. Разве что ради красоты вы можете иногда повыдергивать вот эти вот штучки сухие. Ну, в принципе, не важно. Они сами падают. Это камыши. В этом году как-то они чуть-чуть, видите, стали непонятные. Полусухие. По-хорошему надо брать ножнички и вот все вот эти вот сухие штучки вырезать. Целое дело. Этим я пока не занимаюсь. Потом будет настроение. И может быть часа три времени. Вот это все надо пройтись. Тогда здесь будет такая зеленая, хорошая зеленушка. Везде идет полив. Вот он. Он идет везде, везде, везде. Абсолютно он идет там. И вон они стоят у меня автоматические поливалки. Большое, огромное папоротниковое дерево. Ему очень плохо на открытых лучах солнца. Вот оно выгорает. Но говорят, что если ему обеспечить хороший полив, как говорят, адекватный полив, то оно будет очень-очень хорошо расти. Ну вот адекватный полив, видите, одна пимпочка, вторая, третья, там еще вон, четвертая пимпочка. То есть полива здесь дофига. Также одной из особенностей, его нельзя поливать сверху. То есть из шланга желательно не опрыскивать. Не знаю почему, но вот так положено. Новые листья у него открываются очень интересно. О, кулачки такие. Это слоновьи уши. Видите, кстати, паучок уже муху поймал. И по поводу паучков сейчас я вам скажу. Там вот второй паучок. Это паучок странного вида, он вытянутый. Почему? Потому что это водный паучок. Он живет только возле воды. И они плетут паутину возле воды. По поводу этого растения конкретно растет огромное, просто огромное, примерно с дом, с огромными листьями. Но это чисто болотное растение. То есть ему тоже нужно очень много влаги. Так же, как и вот этому папирусу. И вот посмотрите, тот папирус, который внутри растет, внутри пруда, он маленький такой, зачуханный. А вот который выбрался, я его специально выкинул наружу, чтобы он рос, он стал огромным. То бишь ему тут хватает всех элементов, компонентов, витаминов и жужоба. Он мне забьет проход. Ну, как-нибудь с этим разберемся. Да, давайте сразу вам скажу, что лилипили не требует никакого ухода вообще. В принципе, оно справляется со всеми вредителями и всем остальным само. Единственное, я подрезаю раз в три месяца верхушки. То дерево, два дерева, про которые я вам говорил, я тоже подрезаю иногда верхушки. Вот уже скоро пора будет. Для чего я подрезаю? Чтобы при ветре оно не упало куда-нибудь сюда. Ветра здесь бывают сильные. Поэтому пусть оно лучше кустится. Ну, а здесь подрезаю, чтобы было красиво. Так что вот с лилипили вроде я вам все сказал. Скоро будем собирать урожай. Под лилипили тоже под каждое дерево проведена труба. Здесь все растения с этой трубой, которая идет вокруг. Это пластиковая черная труба. Если доберемся, я вам покажу ее. Раз уж рассказывать, так рассказывать. Вот второй фонарь под крышей большой. И шланг, который просто поливаем. Он 20 метров или 30, я не помню. Он такой ретрактый был. То есть тянет и он высовывается. Почему я второй там повесил? Потому что там была лодка. А этот чуть-чуть не достает до конца. До конца двора. Потому что здесь двор 412 квадратных метров. Включая дом. Но дом немного занимает, потому что он двухэтажный. Был бы одноэтажный. В той же площади было бы много занято. Теперь здесь забор тот же самый. Вот это роскошь. Это совершенно другой, как я вам сказал, другой растение, другой куст, чем вот тот. И он валялся. Он упал. Тут оборвалась проволока. Внутри я делал тут кучу проволоки. Всяких креплений много было. И я это все долго распутывал. Мы трое суток с женой тут копались, распутывали все это. Я поставил тоже здесь пимпочки. Вон они видны в конце, еще не заросли. И на эти пимпочки повесил проволоку. И все это перенес. И вот это было когда? Ну, недели три назад. Видите, как оно все поднялось, укоренилось красиво. Прямо как будто вот так и было. Вот эти вот бедняга. Это мы купили еще хрен знает когда. Они были маленькие. Они вроде как должны цвести хорошо. Они должны отгонять комаров, которых у нас здесь практически нет. Но они зачуханы. Они не растут. Они не могут расти на солнечном свету. А здесь его много, этого света. Поэтому вот они такие зачуханные. Страшные. Не знаю, куда их девать. Может выкопать в одну просто дырку, посадить, чтобы был хороший куст. Хотя к ним он тоже. Видите, полив есть. Все подведено. Эти цветы двух цветов. Ну, как цветы двух цветов получилось. И они смешанные просто. Тут посажен один куст желтый, другой вот этих коричневых. Желтый, коричневый. Ну, вот желтый преобладает. Не знаю, почему. Вот я вам про эти говорил пинпочки. Ну, вы сами понимаете. Обратите внимание, какое небо голубое, красивое. Так, давайте теперь по пруду. Я вырезаю иногда вот эти сухие штучки. Это большая работа, потому что вам нужно лезть сюда и ножничками выстригать все, которые вам не нравятся. Каждый в отдельности. Вот эту травку тоже отсюда пока все выковыришь, с ума сойдешь. Но если этого не делать, вы увидите, как это плохо, в общем-то, смотрится. А по поводу этих вот мелких растений, я не знаю, как они называются, у китайцев купили. Вот на них целая куча тли. Вот она черная. И я не могу от нее никак избавиться. Она здесь живет годами. Я постоянно вручную чищу эту тлю. Но она все равно появляется. Я уже пытался, были у меня всякие химические дела. Но химические дела убивают водомерок, которых здесь куча. Правда, я сейчас их не вижу. А, вот они, водомерки. Но водомерки почему-то не едят тлю. Плохо? Ну, вот это как бы минус. Я чищу где-то раз в две недели. Это вот ответ на то, сколько я трачу время. Рыба кормится у меня где-то раз, ну, тоже раз в неделю. Все остальное она подъедает отсюда. Вот они, водоросли куча. И, видимо, им хватает. Судя по тому, что их все больше и больше становится, рыб, им тут хорошо живется. Вон там, если вы видите, на дне находится фильтр. Это сам двигатель с насосом. Он давит по трубе, по вот этой воду с большим довольно давлением сюда. Фильтр. Он большой, этот фильтр. Видите, он в воде стоит. То есть, это только верхушка его. Там внутри лампа ультрафиолетовой очистки. Там внутри просто фильтр. Этот фильтр можно чистить легко. Почему именно эта конструкция? Тоже это все уже раньше говорил. Раз уж мы делаем большой выпуск, давайте сделаем все. Вот, как он работает. Вот, in-out. Вы переключаете эту пимпочку, вытягиваете эту штуку и подключаете сюда вот трубу, которая, ну, такой же шланг, который будет идти куда-нибудь в огород. И качаете этой штукой. То есть, вам не надо разбирать его, вам не надо делать ничего. Просто качаете, и вся грязная вода выдавливается из фильтра и уходит к вам в огород. Потом вы это переключаете все обратно, и он начинает работать, ну, продолжает работать. Здесь стоит, как я уже сказал, лампа. Вот питание лампы ультрафиолетовой. Ее видно отсюда. Сейчас день вы не увидите ее. Там голубой огонек светится. Лампа меняется раз в год примерно. Фильтр вообще не меняется никогда. Он просто чистится. Но проблема в этой лампе та, что она плохо работает при температурах 40 плюс градусов. Поэтому сверху у меня стоит вот такая штука, которая обеспечивает воздушную подушку, которая продувается ветром. У нас обычно ветер всегда днем здесь, когда как раз самое солнце. Поэтому она не допускает сильного нагрева. А солнце здесь очень суровое. Я специально не убираю тину, как вы видите, вот. Потому что здесь бывают лягушки. Здесь много чего живет. Поэтому в этой области, где не видно, тина не убирается. Вода отсюда, с фильтра идет фонтанчик. И с фонтанчика выливается обратно. Здесь у меня купаются птицы. Здесь очень большой зверинец. Странно, но сегодня никого нет. Видимо, пошли червячков есть после дождя. Везде лежит пленка хитрая, которая не пропускает воду. Примерно на 8 тонн воды сам пруд. Теперь о растениях. Пруду, кроме того, что я уже сказал. Кувшинки. Это дикая кувшинка, которая чрезвычайно устойчивая. То есть ее тут убить трудно. Я посадил вот тут сначала. А эта, она уже сама распространилась. Ну, пусть. Не страшно. Пусть распространяется. Лотус. Лотус у нас не цветет пока еще. Непонятно почему. Но, как видите, он выпустил очень большие листья. То есть ему тут хорошо. Я его удобряю вместе с кувшинками примерно раз в год. Может быть, два раза в год. Это специальные таблетки покупаются. Именно для лотуса. Вот так кувшинка выведенная. Поэтому она измельчала. Она должна быть очень красивая. И эта кувшинка тоже выведенная. Водомерка отдыхает на ней. Этот цветок был красивым. Но теперь что-то он зачах как-то. Хотя нет. Вот он вроде растет. Еще один цветок тоже был красивый. Тоже зачах. Я боюсь его выпускать наружу. Потому что иначе... Вот видите, что у него творится. Распространяется во все. Вот тут зарастет все, что мы потом не сможем это убрать. Гриша, Гриша, терпи. Я тут съемками занимаюсь. Это тоже папирус. Только другого типа. Мелкого. Ну, он дурацкий. Надо тоже, вот видите, все это выстригать. Примерно раз в два месяца надо выстригать. Тоже довольно геморройное занятие. Потому что каждую эту пимпочку нужно выстригать. О, он уже распространился, плавает. Ну, пусть. Это бадагаскарский кактус. Он был совсем маленьким. Теперь вот такой. Изогнулся, видимо, ему не нравится пальма. Пальма, кстати, это растет сама по себе. Никакого ухода не нужно. Что за кактусом, что за этой пальмой, что за той. Только выстригать листья. Причем вот этот лист желтый, он еще живой. Когда он будет полностью сухой, тогда его надо обрезать. Пока что это норма. Эта пальма вообще имеет такую желтизну некоторую. Давайте, раз уж сюда подошел. По поводу канализации. Ничего чистить не надо. Трубы здесь гигантские. Никакого обслуживания не нужно. Здесь полив. Вот он. Трубка и с дырочками трубка специально. Вот это все поливается автоматом. Здесь тоже все поливается автоматом. Хотя пальмы, в общем-то, и не требуют особого полива. Теперь. Эти растения у меня уже давно растут здесь. Я не помню, как они называются. Вот их пять штук, как посадил, так они здесь торчат. Очень хорошо помогают в смысле вида из окна. Я ими доволен. Трава. Вот были дожди, да. Но трава все равно почему-то не растет. Ну и бог с ней. Теперь. Здесь забор понятно все. Давайте вот на эту свалку пойдем. Вот, кстати, труба идет. Это самая основа. То есть она уже идет вот туда, в кран. Вот она идет, идет, заворачивает. И отсюда уже отведляется везде. В том числе и в ту сторону, чтобы кормить вот эту травку. Здесь свалка. Это все не видно ни с одной стороны двора. Поэтому я сюда складываю все, что не мог бы вопхнуть куда-то в другое место. Здесь у меня питание хитра. Это для воды. А он же идет на крышу. Там есть две солнечные панели специально для хитра. Здесь стоит насос, который качает оттуда. И подогревается все остальное с 220 вольт. Вот это все работает отсюда. Это идет на жалюзи. У меня здесь жалюзи на окнах, чтобы полностью закрывать, чтобы смотреть телевизор. Две розетки для... О, паутинку нарушил. Ну ладно, новую сделает. Эти две розетки идут на пруд. Провода идут вниз, в трубу, уходят вот здесь, вот здесь, под землей и выходят где-то там. А, вот они. О, торчат. Их даже не видно. Это специальные провода, которые могут работать в воде. О, уже птички пришли. Это мяукающие птички. У них мордочки такие интересные. О, гляньте. Мелкие-мелкие. Они как калибри. Совсем маленькие. Вот пока я вам снимаю, они уже там что-то выискивают. Но это не хищники. Это чисто такие зерновые. А Григорий озвучивает всю процедуру кормления. Вот, пока сюда пришел, это жалюзи электрические. Вон к ним подходит электрика. Так, давайте пойдем дальше в свалку. Здесь, соответственно, гравий. Так, мы дошли сюда. Давайте дальше. Это стекловата со свалки. Мокнет здесь. Высохнет, она не гниет. Всякая фигня, всякая фигня. Чисто, чтобы не было видно забора из кухни. Красиво выглядит изнутри дома. Эти растения, это типа папоротников. Они растут на деревьях. Соответственно, они поливаются либо с дождей, либо вот на каждую есть поливалка. Сюда тоже приходит труба. Вот у меня растут. Они любят тень. Вот большая, она не такая красивая выросла. Но это просто накрывашка над еще одной, чтобы не было потока воды при дожде. Она рассеивает. Ну и плюс делает тень. Это все я тут мудрил. Вот тут куча всяких краников. В общем, целое дело. Вот паучок. По поводу паучков мы еще с вами поговорим. Придется ему паутину, наверное, сейчас оборвать с этой стороны. Да, потому что нам надо пройти. Тут дурдом. Это видно с кухни. Там жена что-то копается. Здесь почему-то ничего не растет. Раньше была куча травы. Вот она. Но потом оно почему-то здесь вот сдохло. То ли может быть в почве какая-то дрянь водится, то ли ей что-то не хватает. Здесь я поливаю автоматом. Соответственно, там внутри есть тоже резервуар. Типа, знаете, поддона. Там накапливается вода. Вот у меня стоит эта штука. Почему я поливаю? Потому что когда на улице идут дожди, я, соответственно, выключаю принудительный полив. А здесь, так как оно под козырьком, оно не поливается вообще. То есть получается, что весь огород вроде как политый, даже чересчур политый. А это сухое. Ну вот, полил. Надо что-то посадить. Вот этим надо заняться. Тайгер-грас. Тигринная трава. Типа камышей. Которые тут растут уже очень давно. Они делают великолепный совершенно вид из окна, из кухни. Единственная проблема, что иногда приходится вот эти сухие листья отсюда убирать. Иначе они смотрятся не очень. Ну, когда ты все уберешь, это примерно раз в месяц, он получается очень красивый вид. Так, вот они сами трубки, которые лежат на поливе. Здесь тоже всякий дурдом у меня. Кондиционер один большой на весь дом. Это DAC-система, Daikin. К ней управление. И это, как ни странно, делалось биде в туалете, который находится аж вон там. Просто проводка самая легкая оказалась сделать отсюда, от кондиционера. Ну вот, так получилось. Козырьки я делал уже сам. И этот, и этот. Потому что иначе вечером здесь дикое совершенно солнце. Этот козырек немножечко прозрачный. Темно-синий. Дверь эта у меня никогда не используется, потому что там все забито в гараже. Ну и здесь у меня как свалка. Просто свалка всякая. Теперь по поводу всяких паучков и жучков. Меня пугает, что здесь змеи, что здесь ядовитые пауки и чего только нет. На самом деле все это туфта. Я спокойно вожусь с растениями. Никаких пауков здесь нет. Вернее, они есть. Но вид, который вас серьезно может покусать, это красноспинный редбак. Он живет, ну вот где-нибудь, сейчас я вам покажу, где он может свить паутину. Где-нибудь вот здесь, например. Вот. И вы эту паутину видите всегда, потому что она такая жесткая. И сам по себе этот паук, он такого вот вида, я даже не знаю, как вам сказать, серьезного, такого опасного. То есть в него лезть просто так, ну, фактически нереально. Все остальные пауки, какие бы они ни были, большие, страшные, там, качающиеся, не знаю, шипящие, плюющиеся, хотя таких нет, они абсолютно безобидные. Они, даже если ядовитые, то они представляют опасность для мух. То же самое касается змей. Змеи у нас есть, но они драпают, как я уже сто раз говорил, от вас такой скоростью, что ну вы не догоните их просто. А здесь они вот в жилых районах практически не появляются вообще. Они могут появляться только если у вас там какие-нибудь мыши в клетке стоят, и эта змея придет их есть. Такое бывает, но это обычно случается, если вы живете вот прямо впритык к лесу. То есть ваш забор и дальше лес. Ну и давайте поближе рассмотрим здесь место. Вот это будет закрываться, здесь будет стена. Это окно уберется, это уберется. Соответственно, это будет продление комнаты. Здесь у меня поселятся попугаи. У них будет огромное место. Тут сколько получается? Где-то 3 на 3 метра. То есть 9 квадратных метров. Эти все окна перенесутся в эту сторону и в ту. Здесь будет все красиво. Вентилятор уже есть, только помыть его. Освещение здесь есть. То есть здесь все есть. Закрыть вот эту стену, чтобы она не была кирпичная. Терпеть не могу, когда кирпичи внутри дома. Пол поднимется до этого уровня. Здесь будет то же самое. Ну, то есть продлится просто пол сюда. Так что здесь будет продолжение этой комнаты. Ну что, господа, я вам довольно много рассказал. Если что, спрашивайте, если что-то забыл. Все, народ, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А на сегодня все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok